Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить вам немецкое традиционное блюдо шубфнудель. Это такая картофельная лапша. Готовится она совершенно несложно. Но процесс готовки можно подключать и детей. И поверьте, домашняя она намного вкуснее, чем покупная. Давайте готовить! Самый главный ингредиент у нас это картошка. Возьмем ее около килограмма. Мука у меня цельнозерновая 6 ложек, 4 желтка, масло сливочное, на котором мы будем обжаривать около 5 столовых ложек, 2 щепотки соли и щепотка мускатного ореха. Заливаем картошку холодной водой и варим до готовности. Когда картошка готова, остужаем ее и чистим. Дальше натираем картошку на мелкой терке или протираем через сито или комбайн, конечно. Когда все готово, добавляем желтки, просеянную муку, соль с мускатным орехом и вымешиваем все до однородного состояния. Не оставляем тесто стоять, поскольку оно станет жильже. Нам этого не нужно. Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем их в тесто. Делим его пополам или как вам угодно и раскатываем в колбаску. Просто катаем тесто, слегка его прижимая. Делим раскатанную колбаску на маленькие части размером с палец. Это блюдо называют еще фингер-нудель, пальчиковая лапша. Раскатываем каждую часть. Они должны быть потолще в середине и слегка утонченные к краям. Вот примерно такие. Шупф-нудель получили название от глагола шупфен толкать. Они делаются именно характерными толкающими движениями. Есть много разных рецептов их приготовления. Можно отварить в слегка подсоленной воде, можно обжарить. Разогреваем сливочное масло и обжариваем нашу лапшу со всех сторон. Такой способ мне нравится больше. Это блюдо можно встретить часто на различных народных гуляниях в Германии и, конечно же, ресторанах. Подают его обычно с квашеной капустой и кубиками бекона. У меня свежие овощи и кусочки шашлыка. Хотя они вкусные и просто так. Побалуйте себя и своих близких. И приятного вам всем аппетита!